Дорогие дороги. Чем помимо повышения цен обернулись для шамхал-терменцев транспортные манипуляции? Современные решения. Дагестанские школьники получили от президента возможность продолжить учебу с выходом в интернет. Любовь на картинах, жизнь дагестанцев в аулах и городах глазами и кистью выдающегося художника Галины Конопадской. Жители поселка шамхал-термен протестуют против нового транспортного перевозчика. Рост цен за проезд, дефицит маршрутных такси и утрата заработка. С передачи старого транспортного предприятия петербургской компании, говорят местные жители, к ним в двери постучалась не одна проблема. Узнавала о них моя коллега Патимат Ханапова. Более 60 таких маршрутных такси простаивают здесь со вчерашнего дня. Они не имеют права уже выезжать на линию. Дело в том, что на замену им пришли новые якобы комфортабельные автобусы. Стоят здесь вот уже вторые сутки не только автобусы, но и местные жители. Люди выступают против смены перевозчика. На это у шамхальцев есть несколько причин, главная из которых – передача маршрутной линии питерскому перевозчику «Третий парк». Нас не устраивает, что они поднимают цену. Сегодня уже те нексты начали ездить по 45 рублей. У каждого человека есть дома инвалиды, школьники, пенсионеры. На старых маршрутках жителям Шамхал-Термена приходилось оплачивать лишь 28 рублей. Теперь же цена выросла почти вдвое. Кроме того, говорят жители, новый перевозчик внес коллективы и в карту маршрута. Если раньше водители проезжали по всему поселку, то новые автобусы «Некст» доводят пассажиров лишь до автостанции. Соответственно, за более чем 40 рублей людям приходится ехать еще с 50-кой. Нам не нужно. Машина меняет, линия меняет, маршрут меняет. Они о своем кармане думают, а мы думаем о своих карманах тоже. На 188-й линии изначально работало более 60 маршрутных такси, но сейчас это количество сократилось до 25. По словам местных жителей, теперь и ждать автобус приходится долго, да еще переполнены они практически всегда. Я не знаю, как нам дальше жить, куда нам обращаться, к кому обращаться, к кому подойти за помощью. Почему? Потому что мы страдаем народ, рабочий народ, мы страдаем. Сегодня этому маршруту в поселке нет альтернативы. Ранее здесь функционировал 106-й пригородный маршрут. Теперь же и эти автобусы перестали ездить. Они ездят вот так вот в круговую и едут по поселку прямо. А новые так не едут? Новые нет. Вчера разговор был, новые едут до МДС-овской повороты. А после этого, вы скажите, как добираться людям? Около 60 водителей здесь остались и без заработка. Они отмечают, что некоторых новая компания готова трудоустроить, но им предлагают невыгодные условия. Вот так взяли нас, выкинули, ну не знаю как что, оставили без работы. Один человек с Питера взял 60 человек, нас просто выкинул на нашей же родной земле. Эти люди 10 лет работали. 10 лет, где они были? Они пришли на их готовый бизнес. И эти люди с Кизляра приехали, с Кизелюрта приехали, с Еленей приехали своим семьями, свою семью, чтобы обеспечивать. Сейчас они, чем они должны жить? Я в первую очередь. Население поселка Шамхал-Термен более 10 тысяч человек. Найти работу здесь сложно, оттого многие ищут заработок в столице. Студенты тоже едут на учебу в Махачкалу, однако для большинства жителей единственный общественный транспорт теперь становится недоступным. По тематам Ханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Махачкала. И с комментарием по ситуации со сменой транспортных средств выступит генеральный директор ООО «Астория» Микаэл Джабраилов. Давайте в первую очередь о ценах. Люди жалуются о том, что повысили практически вдвое, то есть они называют сумму 45 рублей. Как вы прокомментируете, сколько это соответствует действительности? Информация не соответствует действительности, это дезинформация. Проезд по маршруту, о котором мы сейчас говорим, о 188 маршруте, проезд остался прежним, 28 рублей. Это с города до поселков. Есть некоторое противостояние на месте, потому что долгое время на данном маршруте работали местные ребята на своих собственных машинах. Но учитывая изменения в федеральном законе и требования всех инстанций, необходимо было, во-первых, улучшить, обновить транспорт. Во-вторых, там есть масса еще иных требований, до которых мы еще дойдем. Мы потихоньку это делаем. Мы поставили туда транспортные средства более нового поколения, которые соответствуют ГОСТу и требованиям пассажироперевозок. То есть уверенно можно сказать, что вы будете следить за ценой и не позволите того, чтобы... Однозначно. Я сегодня был на месте, мы обсуждали, я уверил жителей поселка, что цена подниматься не будет. Вообще сама по себе это очень трудоемкая процедура подняться, масса, огромное количество организаций нужно пройти, это не просто делается. Ну и я сейчас причин для этого не вижу. Ну еще хотелось бы поговорить именно о водителе, вот они боятся остаться без работы и еще говорят о том, что им предлагают невыгодные условия. Я согласен, что им, наверное, какое-то неудобство, все новое нас всегда настораживает. Дело в том, что раньше они были доверены сами себе, могли выйти на линии тогда, когда они посчитают, могли сегодня выйти, завтра не выйти, могли пойти домой пообедать, покушать, поспать, потом выйти в час пик. Сейчас этого сделать не получится, но мы им предоставляем возможность, у них есть право выбора, никто их силком не тащит. Эти люди не уволены, мы все-таки надеемся, что они выберут один из предложенных вариантов, а им несколько вариантов было предложено. Есть другие маршруты у нас. У компании «Астория» огромное количество маршрутов, то есть это не единственный маршрут, на который мы имеем разрешение на перевозку. Это требование, может быть, нам бы и было бы удобно оставить все в таком положении, в котором было, но, к сожалению, и водители, ребята хотели обновить свой собственный транспорт. Но есть требования, согласно этим требованиям мы должны очень многое изменить. Мы очень постараемся, чтобы жильцы не были разочарованы, пассажиры, чтобы не были разочарованы. Мы постараемся сделать все, чтобы подобных недовольств и люди, которые пытаются спровоцировать какую-то дезинформацию, чтобы этого больше не происходило. На протяжении долгого времени согласовывали продление маршрута для удобства жильцов, согласовывали его с управлением транспорта города Махачкалы. Мы регулярно держим связь. Словения выдала России экс-министра правительства Дагестана Наримана Гаджива, обвиняемого в мошенничестве. По данным следствия, бывший министр по информационной политике и массовым коммуникациям с сентября 2012 по февраль 2013 года присвоил более 2 млн. рублей, выделенных ведомству на сотрудничество с редакциями федеральных и региональных СМИ. По материалам дела, Гаджиев, являясь министром по информационной политике и массовым коммуникациям Республики Дагестан, вступил в преступный сговор с генеральным директором коммерческой организации и похитил денежные средства, выделенные из бюджета на реализацию целевой программы, тем самым причинив ущерб в особо крупном размере. Долгое время ему удавалось скрываться, однако в сентябре 2019 года он был задержан на территории Словении, а сегодня по запросу Генпрокуратуры России экстрадирован для привлечения к уголовной ответственности. А экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов признан виновным в растрате полутора миллионов рублей и приговорен к одному году и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его освободили в зале суда, поскольку было зачтено время его пребывания под стражей и под домашним арестом. 570 литров красного вина обнаружили таможенники Дагестана в бензобаке грузовика. Автомобилем «Вольво» с полуприцепом управлял гражданин Грузии. На Магарамкинский таможенный пост он прибыл с документами на провоз свежих яблок из Грузии в Россию. Сейчас красное вино домашнего производства изъято. В отношении гражданина Грузии возбуждено дело об административном правонарушении. Два дагестанских школьника, обратившихся на прямую линию с президентом, получили планшет и компьютер. Включить подарки детям приехали эксперты Общероссийского народного фронта. Подробнее в следующем сюжете. Семиклассница Сабина Расулова из многодетной семьи. Когда в школе велись дистанционное обучение, у школьницы возникли проблемы ввиду отсутствия гаджета с выходом в интернет. Родители из-за пандемии потеряли работу, потому не было возможности приобрести технику. Когда у нас была дистанционка, я сначала первые один целый месяц дистанционки вообще не могла учиться на ней. Я просила телефон, но папа тогда не мог мне его купить, потому что он тоже тогда не работал. Мама редко, когда у нее работа бывает. И потом, когда была пресс-конференция, я решила написать. И я не думала, конечно, что именно мы прочитаем. Ну, ты довольна? Да, спасибо вам большое. Подобные сложности были у второклассника Магомеда Магомедова из села Новочертах на Волагского района. Мальчик попросил Владимира Путина помочь в приобретении компьютера и принтера. Без них, по его словам, очень сложно в учебе. Позвонили, сказали, что такая-такая обрабатывается ваш вопрос. Ну, я ему сказал, что к тебе скоро приедет президент. Он, думаю, тоже не поверил, конечно. Но он своим классом еще даже не рассказал. Он говорит, сегодня тоже не говорил, что... Ну, неожиданно так получилось. Ну, это, конечно, огромная честь. Конечно, благодарность нашему президенту, тоже Владимиру Владимировичу, что выбрал нас и получили, конечно, это его заветная мечта. Отметим, что на прямую линию с президентом Владимиром Путиным дагестанцы прислали около 1400 обращений. Их исполнение контролируют активисты регионального ОНФ. Работа эта проводится совместно с органами власти. Наталья Ханбабаева, Алина Багилова, Мурат Бекпарзов. Новости ННТ. Дагестанские огни на Волагский район. Новые образовательные учреждения введут в эксплуатацию в Махачкале. Социальные объекты расположены в поселке Талги, в микрорайоне Досааф и в микрорайоне Агерь. Школы и детские сады были возведены за счет федерального бюджета в рамках реализации федеральных программ и нацпроектов. Накануне их посетила специальная комиссия. Эксперты поясняют, что школа в поселке Талги на 360 мест и детские сады, более чем на 200 учащихся каждый в микрорайонах Досааф и Агерь, сдадут на баланс города, как только устранят замечания Роспотребнадзора и МЧС. По школе Талги мы были приятно удивлены совместно с Роспотребнадзором. Считаю, это, наверное, одна из лучших школ, построена по всем современным требованиям. И я думаю, что мы в ближайшую неделю уже сюда запустим детей для обучения. По двум садам мы в ближайшие две недели также проведем работы по получению лицензии и уже их запустим. Плюс от города мы помогли застройщикам и заказчикам этого объекта присоединиться ко всем ресурсам, провели технологические присоединения по газу, по свету, по воде. Многовековой платан из Дербенской мечети выбился в тройку лидеров рейтинга «Европейское дерево года». По словам руководителя Дакли Схоза Вагаб Абдулхамидова, на международном конкурсе зеленый символ самого древнего города России закрепился на третьем месте. Отметим, что конкурс «Европейское дерево года-2021» набирает обороты. И у Дагестана есть возможность одержать победу. Организаторы просят всех дагестанцев продолжить активное голосование за наше могучее дерево с крепкими корнями до 28 февраля. Я призываю наших дагестанцев сегодня поддержать это дерево и проголосовать за него, как оно поддерживает стены мечети в Дербенте уже 283 года. Любовь к Дагестану не на словах, а на картинах. В Дагестанском музее изобразительных искусств имени Патимат Камзатовой открылась юбилейная выставка. Посвящена она 110-летию художницы Галины Конопадской. В экспозицию вошли более 30 работ, выполненных в разных техниках. Подробнее в сюжете Натальи Ханбабаевой. Сцена аульских будней, строительство Махачкалы и образы горянок. Именно в Дагестане Галина Конопадской раскрылась как художник собственности и эстетической манеры. На полотнах она изображала события и явления, отражающие жизнь и быт дагестанцев. Выставка посвящена сразу двум знаменательным событиям. Это 110-летию с дня рождения Галины Павловны Конопадской и 100-летию празднования образования нашей республики. При внешнем случайном совпадении интеллекта в творчестве этой художницы мы видим глубокие параллели. Во-первых, у нее есть и такая тема революционных первых лет, и тема Великой Отечественной войны. Но самое главное, что Конопадская замечательно отразила период, которую можно назвать золотым веком и в истории ДССР, и в ее творчестве. Это 60-е, 80-е годы. Тема, связанная с миром женщина, занимает особое место в творчестве художницы. Конопадская говорила, «Красота дагестанских женщин все время заставляет меня писать дагестанских мадонн с детьми. Вместе с традиционными образами горянок появляются и образы девушек новой эпохи, сбросивших платок и отрезающих косу». Сложно выбрать одну картину. Каждая по-своему настолько уникальна и самопытна, что хочется всматриваться бесконечно в детали, в цвета, цветовые решения, колорит. Больше всего запомнилась мне картина, которая находится сзади меня. Называется она «Кавказская Мадонна». Интересно уже своим названием и световой подачей, темой Мадонна. Горянка с ребенком трепетно, нежно смотрит на него. Работы мастера заставляют ностальгировать жителей Махачкалы по советскому прошлому и своей юности, а современные художники вдохновляются ее образами и подачей. «Когда я думаю о Дагестане, о нашем Дагестане, о Дагестане, в котором я родилась и росла, то перед глазами встают именно образы, созданные Конопадской. Потому что это то самое время, тот самый свет, та самая теплота, в которой мы выросли. И все эти образы, они безумно близки нам, родившимся в 70-е годы, потому что это наша действительность». Период творчества Конопадской называют «золотым веком», ведь она оказала огромное влияние на развитие дагестанского изобразительного искусства. Работы художницы хранятся в фондах Музея народов Востока, Государственной Третьяковской галереи и Дагестанском музее изобразительных искусств. Наталья Ханбабаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И о новостях спорта. Дагестанские гиревики заняли призовые места в первенстве России. Соревнование по гиревому спорту проводилось в Омске среди спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет. Наши представители стали обладателями двух бронзовых медалей. Мансур Шхумов поднялся на третье место в гиревом жонглировании, а Амир Ибрагимов в толчке по длинному циклу. Оба спортсмена представляют спортивную школу поселка Белиджи Дербенского района. Дагестанский футболист Шамиль Гасанов признан лучшим защитником первого круга профессиональной футбольной лиги страны. Он выступает за команду «Легион Динамо». Наш соотечественник сыграл 12 матчей. В среднем за матч он побеждал в 70% единоборств. Напомним, «Легион Динамо» проводит учебно-тренировочный сбор в Кисловодске. Команда сыграла три контрольных матча, одержав две победы и потерпев одно поражение. Это были все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова